Северный полюс В ходе экспедиции вице-премьер посмотрел, что необходимо прежде всего для освоения Арктики с точки зрения технологии. Зампред правительства также встретил молодежную экспедицию во главе с министром образования и науки России Дмитрием Ливановым, которая завершила свой лыжный поход к Северному полюсу. В этом проекте участвовали семь школьников, пять молодых людей и две девушки. Рогозин поздравил их с успешным выполнением миссии и вручил всем памятные часы военно-исторического общества. С точки зрения освоения этого региона, наибольшие перспективы Рогозин видит в использовании Северного морского пути и разработке шельфовых месторождений. Не менее важными вопросами, по словам вице-премьера, является экология региона и сохранение коренных малочисленных народов Севера. Дефицит федерального бюджета не коснется арктических регионов. В Бюджетном кодексе России предлагается закрепить, что при сокращении объема расходов федерального бюджета не допускается снижение бюджетных ассигнований на социально-экономическое развитие районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, а также Дальнего Востока. Такая мера может быть введена с 1 июля этого года. Авторы соответствующего законопроекта, внесенного в Госдуму, отмечают, что в связи с дефицитом федерального бюджета, правительство России в дальнейшем планирует корректировать бюджет в части сокращения расходов на развитие экономики и обеспечения социальной сферы. Некоторые парламентарии считают, что от таких мер в первую очередь пострадают интересы российских граждан, проживающих в районах Крайнего Севера, экономика и социальная сфера ряда регионов России. В связи с этим они предлагают законодательно защитить законные интересы и права российских граждан, проживающих в экстремальных условиях, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Этот вопрос не только социальной политики, но и национальной безопасности, отмечают депутаты. Первый атомный плавучий энергоблок для Арктики в России будет построен к октябрю 2016 года. Атомный реактор, который можно будет пристыковывать к береговой инфраструктуре через кабель, будет подавать энергию в любой арктический город. То есть фактически можно питать электричеством любой населенный пункт в арктической зоне. Это уникальная технология, которой еще нет нигде в мире. Плавучий АЭС Академик Ломоносов строится на Балтийском заводе по заказу эксплуатирующего все атомные станции России «Росэнергоатом». Эта станция – головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. Плавучий энергоблок, предлагаемый для энергообеспечения крупных промышленных предприятий, портовых городов, комплексов по добыче и переработке нефти и газ на шельфе морей, создается на основе серийной энергетической установки атомных ледоколов, проверенной в течение их длительной эксплуатации в Арктике. Изучить нынешние Печоры, а также жизнь при печорских населенных пунктах – такую задачу поставили перед собой авторы проекта «Комплексная печорская экспедиция. Печорский меридиан». Проект начали прорабатывать еще три года назад. Он уже трижды выдвигался на конкурс, и только в этом году, наконец, грантовые средства от Русского географического общества в размере полутора миллионов рублей были получены. В рамках проекта планируется за два с половиной летних месяца на лодках пройти Печору от истока до Устья, преодолев более 1800 километров. Цель экспедиции – изучить нынешнее состояние реки. Последние 20 лет Печора не эксплуатируется и не обслуживается так, как это было в советское время. Основная задача – получить сезонный срез состояния реки по всей ее протяженности. Помимо природоведческой программы, проект предусматривает еще и социологический аспект, а именно изучение условий жизни населения, проживающего в Припечорье. Конечный результат, на который нацелены участники экспедиции «Печорский меридиан» – это издание монографии и справочника по Припечорью, который будет содержать все аспекты – природный, социологический, экономический. Экспедиция будет проходить с середины июня до конца августа. В ее состав пойдут опытные инструкторы по туризму, гидролог, этнографы, социологи и экономисты. Верхнюю и среднюю часть реки ученые пройдут на моторных лодках, о чем будут передвигаться в низовьях реки, где русло становится намного шире и глубже, пока не обсуждается. Минобороны России разместила на своем интернет-портале детальные сведения о том, где, когда и в каком формате состоятся воинские парады к 70-летию Победы. Сайт открывает интерактивная карта России, по которой отмечены города, принимающие Парад Победы, а также приводится информация о количестве привлекаемой техники и личного состава. На момент открытия сайта на нем размещены сведения о подготовке к Парадам Победы в четырех городах – Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде и Севастополе. Все, кто интересуется предстоящими торжествами, могут заранее, причем в деталях и подробностях, ознакомиться со схемой прохождения пеших парадных расчетов, порядком проезда и составом механизированных парадных колонн, схемами пролета авиации и парадным строем кораблей ВМФ. В ближайшие дни на соответствующих страницах сайта будет представлена аналогичная информация по всем 26 городам, где будут проводить Парады Победы. В первую очередь это девять городов-героев – Москва, Санкт-Петербург, Смоленск, Мурманск, Тула, Новороссийск, Волгоград, Севастополь и Керчь. Для пяти городов России – Севастополя, Владивостока, Санкт-Петербурга, Североморска и Балтийска – будет опубликована схема парадов кораблей военно-морского флота. В этом году в туристической жизни Ямала произойдет важное событие – открытие стелы и туристического маршрута «Крайняя восточная точка Европы». Ученые Института географии Российской академии наук установили, что именно на Полярном Урале находится «Крайняя точка Европейского континента». На краю Русского Севера побывали участники экспедиции «Арктика. Миссия добра». На священного войгача вместе с бывалыми путешественниками отправились и те, кому двухнедельная поездка открыла глаза на уникальную красоту Неницкого края. Сергей Пависов первый раз принял участие в экспедиции. Приятно удивлен, что в округе есть такие красивые места. Эмоции переполняю. Надо обязательно съездить летом. Всего на остров отправились 8 человек, имея в голове четкий план. За 14 дней путешественники прошли более тысячи километров по следам Александра Борисова, художника, который в конце 19 века отправился покорять русский север и прошел путь от Пустозерска до Священного острова. Итогом почти девятимесячного путешествия стала книга у самоедов от Пинниги Дакарского моря, которой вдохновились участники экспедиции. Такое путешествие для Неницкого округа, оно в принципе очень значимое. Мы, чтобы немножко набрать материал, мы посетили все места. Нам удалось побывать во всех местах, где был Борисов. Когда мы пришли на Вайгач, это был такой общий восторг. Болванский нос, хайфудырская губа, мыссинькин, белый нос – это далеко не все места, которые удалось посетить путешественникам. Но главной точкой для группы стал сакральный остров Вайгач. В экспедицию пригласили московского оператора. Он сделал уникальные съемки для фильма. Будет фильм про остров Вайгач, документальный, наверное, хороший. Будет новый туристический маршрут, будет поднят ряд вопросов, которые будут найдены, так скажем, на Вайгаче. Фильм о Вайгаче единственном в Арктике. Священном острове обещают показать широкой публике уже в сентябре.